Не думала, что в октябре месяце мне понадобятся шерстяные носки, еще не купила. Приходится спасаться двумя парами. О таких вещах с улыбкой. Но не на крайнем севере ведь живем, иронизирует Карина Михайлова. Все теплые кофты из шкафа на себя. Когда за окном минус, в батареях ноль, а обогревателя нет, приходится греться у газовой плиты. В Калининград студентка приехала с Украиной зимой, когда трубы уже грели. Для нее это первая балтийская осень. Ужасно. Почему мы должны ждать, когда нам включат отопление? Если сейчас на улице холодно, мы одеваемся в теплые кофты, греемся газом, как в средневековье. Это ненормально. Тепло в калининградских домах появится, как ни парадоксально, когда на улице станет холодно. При этом минус 2 ночью не показатель. Ведь днем порой столбик термометра поднимался выше 10 градусов. А по правилам отопление включают, когда среднесуточная температура будет меньше 8 градусов. 5 дней подряд. Пока необходимый минимум задержался в области на 2 дня. В выходные дни, а точнее ночи, также придется мерзнуть. Прогнозы синоптиков неутешительные. Но при этом температура будет постоянно скакать. Метеорологи и те надеются, что уже в ближайшее время коммунальщики наладят погоду в домах горожан. Ночью отрицательные температуры мы ждем. Минус 4 плюс 1 на побережье положительные, а по востоку и в городе отрицательные температуры. Дневная температура воздуха будет прогреваться до 6-11 градусов. Когда у нас изменится характер погоды и ночью будет теплее, там уже даже вероятность, что может быть и повыше будут температуры. Но я думаю, отопление уже отключать не будет. Правила 8 градусов и 5 дней действуют по всей стране, не учитывая климат региона. Однако Министерство строительства и ЖКХ наконец-то решило внести поправки. По замыслу, каждый субъект России в будущем будет сам определять дату начала отопительного сезона. Сейчас отражается 20 градусов, потому что сейчас произошло проветривание. Как обычно ребята спят, мы проветриваем группу. Термометр в каждой группе, специальный температурный журнал и горячие батареи. Пока о таких температурах сотни калининградцев только мечтают. В 83 детских садах уже начался отопительный сезон. В детском саду немножко было прохладно, конечно, потому что две ночи были, температура очень низкая была. А включили отопление мы вчера в одном здании и сегодня утром в этом здании. И температура уже в здании 20 градусов, 23 градуса. Пока не замерзают лишь малыши и больные. В то же время котельные уже сейчас готовы пустить тепло в большинство домов Калининграда. Сотрудник теплосетей Олег Халява говорит, что все упирается в правовые документы и нормативные акты. На вопрос, не холодно ли ему самому, только улыбается. Ждет отмашку властей. Мы подготовлены в полном объеме. Все тепловые источники готовы, это включая газовые, котельные, мазутные, угольные, крупные тепловые источники. Также все сети подготовлены к транспортировке тепла. То есть с нашей стороны все выполнено. Начало топительного сезона. На выходные еще придется утеплиться. Но уже утром 9 октября власти официально заявили о том, что тепло в квартиры поступит 12 октября. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город.